всем привет и всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал приветствую вас из раннего утра желаю вам всем доброго дня хорошего настроения сегодня может быть я поеду в аутлет покажу обязательно в какие магазины зайду мне надо я прям нацелена хочу пару магазинов зайти мне нужно кое для кого найти подарочек не знаю найду не найду но посмотрим сейчас во многих магазинах играет музыка невозможно снимать поэтому иногда даже не хочется камеру если честно доставать из-за этого все девчонки и мальчишки желаем вам хорошего дня с данилкой и софикой софика он тоже тут стоит хочет вам привет сказать сказать привет привет как у тебя дела все нормально сейчас мы идем завтракать данилка уже завтракал а мы софика будем завтракать ам летом да скажи всем привет привет скажи привет доброго утра все на завтра вот готовлю осиная каша белку белок уже сбила здесь каши кашка варится сейчас уже и белок добавим еще добавила какао чтоб еще вкуснее было кашка а у вас сегодня на завтрак что было какой вкусняшку приготовили вот мой завтрак уже готов каша осиная я что хочу сказать вот когда белок добавляешь и каша такой объемной становится и вот а когда варится вроде душ маленько наверно не насыщусь с эти кашкой сразу же белок добавляешь и такой у данилки была рисовая каша на завтрак а у софики как я уже сказала омлет это вот у нас сыром я просто его завернула так в трубочку там целый пласт сыра в трубочку чтобы прикосывала виноградиком и омлет ну конечно же кстати себе я сделала такой же завтрак как и у софики омлет виноград и сыр только у меня кофе кстати посмотрите у меня какая чашка для кофе с футболистами немецкими это когда мастер шафт чемпионат мира был продавались вот такие чашки они 0405 вроде бы такие прям большие чашки вот этот вот футболе они футболиста воротарь мануэль ноя очень похож на игоря мне кажется ну или игр на него похож он мне нравится вот у них прям одинаково внешность на мой вкус но я вот в нем вижу игра девчонки хочу вам сказать как же это мило у нас в соседнем доме всегда пара пожилая она всегда завтракает ну вообще приема пищи делают на балконе смотрите какая милота это так мило не знаю я всегда вот не любуюсь я их всегда вижу у себя в окно ну не знаю мне не очень нравится я их лично не знаю но вот даже по этому факту они мне очень нравятся знаете опять снова об этой паре вот они поели теперь сидят разговаривают это так ценно когда знаете с человеком живешь долго и все равно остается вам о чем поговорить значит это показатель того что ты живешь со своим человеком столько лет и все равно тебе есть о чем поболтать да как вот вы считаете мне кажется многие уже в этом возрасте да даже в молодом каждый сидит либо в своем телефоне либо один в телевизоре либо это но редко кто прям сидит и разговаривает месяц тому назад мы приобрели стиральную машинку к чему очень рада были конечно между фирмам разум выбирала здесь выбрала хай и чему я очень к разочаровалась в этой фильме даже очень так скажу выбирала из-за дорогой серии какой-то дороже не из дешевых так скажем не представляете вышла поломка ну сейчас стирает но панели выходит ошибка выходит ошибка треугольник тоже что и нету посмотрите сейчас я включаю и сразу же он треугольник вылазит выключу к сразу к вылазит треугольник мы смотрим книги этого вообще нет ошибки в книжке и вызвали мастера вот панели вылазит этот треугольник даже во время работы тоже нет нет то высказывает этот треугольник во первых когда мы купили на первые две недели идеально работа вообще шума нету как будто стиральная машина не работает а патрон шум прибавлялся прибавляться сейчас вообще грех гром вот такой вот бывает иногда тихо иногда вот ну конечно же как на гарантии мы самым первым конечно nvidia позвонили магазин магазин не то что позвонили нас сходила съездила в магазин и там ответили мы ничего не знаю звоните горячую линию хайр мы горячую линию хайр позвонили они говорят мы сейчас оформим заказ и как бы вам приедет но вот приехали им объясняет треугольник он говорит он тоже так стоит вот так плечами делает там книги вообще ничего нет про этого ошибки мы тоже сразу посмотрели книги вот как бы там никакой этого знака нет ошибки и вот они сказали знаете сразу вот мы не забираем сейчас будет поеду мы позвоним тоже горячую линию хайр что как бы мы позвонили они говорят что скажу вот сегодня нам позвонили сказали типа мы забираем вашу стиральную машину потому что на гарантии чего силу еще месяц мы будем его обследовать правильно обследовать как диагностику будет право да прям все диагноз в чем причина такого и вот конечно обидно досадно ну ладно мы потом подумали знаете мы чего ну сейчас во первых по закону они 45 дней на 45 дней могут забрать на ремонт на что так стирает стиральная машина стирает работу мы сегодня во все что есть у нас стирает целый день так скажем смех и грех вот данное честное слово от смех и грех вот сейчас данный момент и горячей линию позвонили сказали говорю а взамен какую-нибудь на машинку положено в хайр говорит ну от хайра ничего где вы купили машинку стиральную в магазине м-видео купили вот обратитесь они как бы должны но опять на горячую линию видео позвонили говорю есть у вас такая услуга говорит зависит от машины от города от города оговорилась от города но говорит не знаю вашем городе есть ли такой услуги нет обратитесь ну конечно к я даже напередная вряд ли и мы главное тоже это спросили говорю они сами должны нам доставить и увезти как бы да должны самой привести когда она вам отремонтирую стиральную машину сами они должны увезти ну вот хотим м-видео тоже обратиться но там надо тоже заявление написать мы спросили как долг будет рассматриваться должны сразу эту проблему решить вот будем смотреть и завтра нашу красавицу увозят знаете уже как-то уже вот у меня на эту стиральную машину уже вот хай вообще как-то сразу уже не дешевая ведь дорогой удовольствие если честно сейчас сказали бы давайте возврат и что-то купить я вот теперь из хайра ничего не купила это первый раз своей жизни что-то я покупаю какой-то технику и чтобы сразу же первый месяц такое разочарование я не знаю вот говорят лучше старый старый друг лучше новых 2 это точно вот такие у нас проблемы ну что девчонки мальчишки приехала я в outlet ни в каком магазине особо не было желания снимать потому что очень громкая музыка но вот в майкл корс у меня появилось желание снимать потому что очень хорошие скидки для того чтобы вас проинформировать вот крупные ценники я вам уж не диктую так и так видно да что-то по 149 что-то по 189 это вы сами можете увидеть а где ценников нибудь я прям буду ценники доставать показывать вот рюкзаки тоже по хорошей цене 179 очень хорошие рюкзаки кстати у майкл корс прям за качество отвечаю у меня у самой есть рюкзак во первых я его покупала еще даже софии не было ношу каждый день и хоть бы хны ему и мамы сумка есть от майкл корс тоже уже лет десять носит это же как бы вообще в хорошем состоянии вот эта сумка очень интересная симпатичная за 245 евро посмотрите такая классная современная и очень мне кажется симпатично сделаны из холщовки вот так вот решила показать в зеркале как будет смотреться на фигуре с фигурой рядом скажем так и есть такая же еще бежевая наверно тоже обратили внимание за 245 евро вот тут также я вам показываю часы продаются часы в этом аутлите но к сожалению не нет ценников но знаю что где-то вот 150 200 250 евро стоит часики от майкл корс а здесь хочу привлечь ваше внимание посмотрите скидочные сумки еще дополнительные скидки есть еще акция 2 покупайте 20 процентов на кассе дополнительно 3 покупайте 30 то есть можно с какой-нибудь подружкой с мамой сестренкой с кем-нибудь с кооперироваться и вообще очень выгодно получится смотрите классный какой рюкзачок за 109 евро в стиле шанель очень красивый рюкзачок и еще черный есть кстати вот эту сумку я более подробно решила показать тоже 159 натуральная кожа и хочу сказать вот она сейчас у меня серебряным с серебряной фурнитурой но также есть и золотой фурнитурой то есть на любой вкус и ремешок есть кожаный и цепь тоже решил вот зеркале показать вам как будет это дело смотреться мне кажется тоже очень такая симпатичная сумка хорошенькая за 159 до вроде я говорила а тут решила я вам шоппер вот такой классный показать тоже натуральная кожа очень красивый цвет голубой небесно-голубой ну как вы знаете да шоппер и без молнии но есть внутри отдел 129 евро стоит тоже можно с кем-нибудь копирироваться еще лишь даже дешевле получится вообще классное предложение вот смотрите есть два цвета фисташковый и небесно-голубой тоже сейчас подхожу к зеркалу показываю вам как будет смотреться небесно-голубой но вообще очень симпатично очень хорошая модель 129 натуральная кожа советую вам обратить внимание кто вот воутлет приезжает вот такие вот дела девчонки и тут также вот тоже фисташковый цвет вам показывают другие сумки есть тоже очень симпатичные формы квадратная с молнией более классическая уже кто в бюро работает сейчас посмотрим ценник 149 или 119 149 стоит вот так то девочки решили сделать зимний салатик я вот как раз таки чищу картошку тут у нас наварена мелкая картошечка с огорода а я огурцы соленые вот шинкую как говорится огурцы еще которые том году солила банки нужны открыл давай лучевой новой за соль и помимо вместо вытащила огурцы помидоры вот меня и продукты друг на друга последнее время на салаты то летний салат тот акук салата сделаем разные салатах вот мужики приду приду приеду начнем уже готовить пельмени манты горячие женщины и салатами мы обойдем выходной день у нас пока вот так а мужикам на вырву мясное 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 на обеденный сон и меня навестила муза сейчас расскажу на что меня навестила муза достала я свою машинку я правда не знаю успею ли я вообще до нее или нет но по крайней мере хотя бы может успею переделать вещи у меня есть такой вот списочек одежды которые мне нужно переделать где-то лучше тебя подшить сейчас все расскажу конечно же не буду рассказывать подробно об этих вот вещах это двое брюк мне нужно просто их укротить там они слишком слишком длинные поэтому эти вещи я не ношу и очень жалко мне есть такие вот классные брюки такие рыжий коричневый на высокой талии палатсу как я обожаю но они очень очень длинные и вот жаль что из-за этого не ношу как бы да и состав здесь хороший вискоза а вот эти вот брюки вообще новые посмотрите как каком-то прямом эфире показывал я прямые эфиры удаляю по своей покупке что вот у нас есть такой склад продаж и иногда наш outlet устраивает вот такой вот как склад то что не распродается все туда вывозится и по очень низким ценам продаются и вот тогда я купила такие брюки от какого-то давид тамашевский немецкая марка какая-то за 60 евро а изначально брюки стоили тут прям ценник даже висит сначала они стоили 599 потом ваут эти стоили 359 не знаю вам видно не видно а вот я купила за 60 мне кажется когда я покупала еще было плюс на кассе 50 процентов мне кажется они вообще за 30 не обошлись в общем тоже не ношу классные широкие брюки на высокой талии то что длинные так все а переделывать буду я вот что у меня вот эти трое вещей все три кстати из h&m я люблю h&m находить там хорошие вещи но что я от чистого сердца не советую h&m так это джинсы они у них со временем растягиваются и никакая стирка ничего ему уже не поможет то же самое произошло с этими джинсами классно сидят в него очень нравились но от растянулись на коленях это кстати свежестиранные джинсы посмотрите колени все равно растянуты то есть им даже стирка уже не помогает колено вот так вот торчит то есть как полноценные джинсы я их уже носить не хочу но я хочу их носить виде шорт поэтому я сейчас это дело обрежу сделаю пилоты пилоты по колено вот это вот я тоже у меня есть такой классный сарафан я его обожаю сто процентов хлопок спинка такая открытая мне идет сарафан я получаю всегда комплименты когда одеваю этот сарафан но длина миди в том году мне нравилась длина миди но в этом году я вообще не ношу этот сарафан потому что все мы меняемся вкусы меняются в принципе это нормально в этом году мне не нравится длина миди я чувствую себя как баба на чайнике знаете и вот не знаю и поэтому я хочу укоротить это платьишко сделать из него коротенькое платьишко тогда я буду носить я вот уверена коротенькое вот это платье я буду носить длина миди не хочу к сожалению не хочу и вот это платье у меня есть такое на запах красное мне очень нравится материал тоже из hnd 100 процентов вискоза мне идет мне кажется этот цвет я его покупала когда была беременна софией вот это кстати покупала когда была беременна данилкой я оставлю здесь фотографии какая я была беременна софии в этом платье и теперь опять же она длина миди как платье я носить больше не хочу но вот я хочу попробовать это платье разделить на верх и низ то есть на юбочку и на кофточку получится у меня это или нет я не знаю попробую это дело разделить и буду потом с удовольствием носить красный низ с какой-нибудь друг с каким-нибудь другим верхом а вот красный верх с каким-нибудь другим низом вот полноценный вот так вот красная полностью не хочу носить не больше не нравится поэтому девчонки сейчас я буду браться за это дело пока у меня данил спит не знаю успею не успею но постараюсь обязательно конечно вам покажу результаты что у меня получилось слушайте у нас пол первого ночи я конечно же занимаюсь тем что надо чем тем чем надо заниматься пол первого ночи это никак не обговаривается я делаю себе сейчас педикюр днем на это нет времени потому что если я одна запрос в комнате в ладно и да каждый ребенок мне будет стучать по сто раз в минуту в минуту поэтому делаю ночью сейчас вам покажу классную вещь классное средство которое удаляет кутикулу раньше я и на руках это делала да но сейчас я делаю маникюр у моей девочки мастер вот вот такое вот средство она от цели хэнса у меня кстати уже 150 лет просроченная но она все равно работает вот это вот средство смотрите у меня еще половину и даже страшно посмотреть с какого она года даже нигде не написано но она точно уже просроченная 150 лет ну так вот его наносите на кутикулу он как-то тут даже написано за 15 секунд я всегда держу так это почти минуту держу и она это вот это вот средство растворяет кутикулу а потом вы просто лопаточкой как бы удаляете да сдвигаете собираете все вот я вот такие металлические лопаточки есть это все это дело убираю вот до сих пор работает хоть уже и просроченная так что всем советую расположилась я на полу давайте покажу вот у меня есть такой специальный чемоданчик в нем я храню свои лаки для ногтей ну теперь уже для ногтей ног всякие там и зеленые есть и салатовые в основном красный преобладают потому что я любила красный цвет всегда наносить вот такие вот у меня цвета сегодня кстати нанесла вот этот многие уж не буду показывать мне кажется это не эстетично я нанесла какой а вот вот этот вот нанесла знаете что интересно когда я вот сама себе ногти красила но на руках я всегда любила вот этот цвет вот этот он такой молочно-розовый но блин он дорогой но даже с трех слоев очень было сложно получить вот этот красивый цвет без полосок а я вот уже давным-давно хожу к мастеру да и ни разу такой цвет не делала сама главным делом красила а вот хожу к мастеру ни разу не просила такой цвет делать